Вера Ивановна, из вашего дома была жалоба, что не моют подъезды. Ну, было, было, было. Пока, как говорится, дозвонились, услышали, работают теперь. Управляющую компанию, которая обслуживает 37-й дом подачной, усиление противоэпидемического режима никак не насторожило. Только после долгих разговоров с жителями коммунальщики все же начали проводить дезинфекцию. Но руководствуясь странной логикой, поверхности обрабатывали выборочно. Люди вот до этого дотрагиваются. Люди вот до этого дотрагиваются. Вот это надо отмывать, отрабатывать, хлоркой заливать. Но есть и другие компании, которые к своим обязанностям относятся ответственно. Дезинфицируют подъезды ежедневно, а также стали чаще в них проводить влажную уборку. Как, например, на той же улице Дачной, но в 24-м доме. Работа нашей управляющей всегда ответственна. Как только начался карантин в нашем лифте, чувствуется даже запах дезинфекции. Работа прекрасная управляющая. А вот жители 174-го дома на Степана Разина сами отвечают за чистоту. У них за содержание дома отвечает ТСН. Собственники квартир купили спецсредства высокой концентрации для обеззараживания дверей, кнопок лифта и почтовых ящиков. Одной бутылки такого раствора хватит надолго. Здесь и хлор тоже есть. Есть, да, но без запаха. Да. Это такой концентрированный, что прямо буквально наливаешь на литр 0,1. И вам хватает на весь дом? Конечно, да. Даже больше на все дома. Некоторые жители решили, раз не пахнет, значит никто дезинфекцию не проводит. Пишут жалобы. Чтобы избежать недоразумений, старшие по домам каждый день будут подписывать акт о выполненных работах. У нас уже шлют подписанные жителями за каждый день. А вы по подъездам или по домам? По подъездам. Так как кому я, руководство? В арте. То есть у нас уже этот процесс запущен. У нас уже всеуправящие компании, а нам шлют в электронном виде и фотоотчет. Это позволит еще и усилить контроль за недобросовестными обслуживающими организациями, считает глава города. Когда жители принимают участие и наблюдают за той или иной работой, конечно, это очень важно. Теперь управляющие компании, конечно, уже не смогут схитрить и не смогут обмануть, что они выполнили работу, а по факту их не сделали. За этим будут контролировать жители. Безусловно, вот это внесение изменений в постановление губернатора повышает ответственность в разы. Во время объезда Ленинского и Советского районов глава города проверяла не только дезинфекцию подъездов, но и уборку улиц и дворов. Предпасхальный субботник город провел без привлечения жителей. Работали муниципальные службы и управляющие компании. Промежуточные итоги месячника подвели на оперативном совещании в мэрии. Глава Самары Елена Лапушкина акцентировала внимание на состояние объектов, которые нужно привести в порядок. Обращаю ваше внимание, контроль за содержанием контейнерных площадок. Очень много объявлений рекламных, не забывайте про них, очень много граффити. И, конечно, Владимир Андреевич, наши столбы, ТТУ, Горсвет, конечно, их надо чистить. Они у нас действительно все уклеены. И остановки общественного транспорта. Как отметила глава города, замечания еще есть, но заметно, что работа ведется. Коммунальщики должны привести город в порядок после зимы до 1 мая. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События.